История технологий и технологии в истории России. Накануне Дня кораблестроителя Сергей Нарышкин провел в Доме Российского Исторического Общества заседание круглого стола, посвященного промышленному развитию России и достижениям в этой области, как в прошлом, так и в настоящем. Мы, безусловно, гордимся успехами наших корабелов, высоко ценим их важный и значимый вклад в промышленно-технологическое развитие страны. А всего два дня назад весь мир отметил День изобретателя и рационализатора. Наша страна вправе гордиться своими изобретателями. Широко признаны наши успехи в космических технологиях, атомной энергетике, машиностроении, связи. По ряду направлений оборонной сферы Россия лидирует, причем с солидным отрывом. Амбиции на мировое лидерство есть и во многих гражданских отраслях. Одной из главных тем, конечно, стало кораблестроение. Россия со времен Петра прочно занимает здесь лидирующую позицию. Своими преобразованиями Петр обеспечил России не только беспрецедентный рывок в развитии, но и утвердил за ней, за Россию статус великой морской державы. По сути, определил путь развития нашей страны, которого она следует до сих пор. И сегодня, когда идет очередной виток соперничества между державами моря, опыт петровских времен надо изучать самым внимательным образом. Я убежден, что нам есть чему учиться у первого российского императора. Изучать опыт петровских времен, в частности, расшифровывая петровские рукописи, также могут помочь современные технологии. Видимо, искусственный интеллект сейчас уже на таком этапе своего развития находится, что он может помочь человеку даже в таком сложном деле. 130 лет, чуть больше 1887 года издаются письма и бумаги Петра Великого. Действительно, сейчас только 1714 год готов к публикации. И мне кажется, если мы хоть немного можем помочь этим уникальным специалистам, их несколько человек всего в стране, которые в состоянии разобрать, интерпретировать записи Петра I, то мы эту работу можем ускорить. И к юбилею Петра I, который в 2022 году будет 350 лет, подойти с какими-то серьезными все-таки наработками. Если при Петре Запад делился с Россией технологиями, то в дальнейшем бывало, что России приходилось защищать свое право на независимую политику в этой сфере. Важная века накопления технологических компетенций датирована правлением Александра I, который ввел режим протекционизма. Защитные механизмы, в частности, позволили создать конкурентную легкую промышленность. Как вы знаете, что стремление к автономии натолкнулись на сопротивление наших западных партнеров. Особое рвение в дискредитации русского протекционизма проявила Британия в канун Крымской войны. К сожалению, мы под этим натиском уступили. В результате военных конфликтов появлялись на свет новые разработки. Так, в годы Великой Отечественной войны решающую роль сыграло появление брони, использованной на танках Т-34. Говорили и о том, как не только сохранить, но и приумножить научно-технический потенциал России. Мы достаточно имеем большие компетенции в целом ряде технологий, но это не наше завоевание. Это завоевание тех, которые были до нас. Это завоевание тех, которые в Советском Союзе создавали многие вещи. Сегодня, к сожалению, темпы технологического лидерства значительно снижены в силу того, чего вы прекрасно все понимаете. Весь вопрос не в силу чего не снижено, а как изменить ситуацию. Научно-технические достижения напрямую оказывают влияние на судьбы стран, уверен академик Александр Чубарьян. У нас есть, например, печальный опыт, когда в конце 70-х, 80-х годов прошлого века Советский Союз существенно отстал в научно-технологическом развитии. И это, в конце концов, это не явилось главной причиной, но, в общем, это вложило свою лепту в то, что мы потеряли нашу страну, Советский Союз. Поэтому, конечно, уровень научно-технологического развития – это ключевой вопрос. Так есть ли сегодня такие отрасли, где мы являемся неоспоримыми лидерами? Сегодня, я хочу подчеркнуть, Росатом вне конкуренции находится на мировом рынке с точки зрения строительства атомных станций и передачи, имплементации в мире ядерных технологий. Это абсолютно как бы бесспорный факт. У нас практически нет конкурентов. У нас, так сказать, как бы американцы и французы якобы. Но и то они уже утратили полный замкнутый цикл, который мы имеем. Теперь дальше, если говорить об этом. Дальше смена ядерной энергетики – это термояд. Термоядная энергетика – это токамак. Токамак – русское слово, тароидальная камера с магнитными катушками. Был предложен, впервые реализован в Курчатском институте. Сегодня весь мир, сложив 20 миллиардов долларов, на юге Франции, около Ницца в Кадараши, строит прототип международного термоядерного реактора ИТЭР. Новый научно-технический прорыв, по мнению ученых, возможен только при поддержке государства. Сергей Нарышкин напомнил, что две из предложенных поправок Конституции как раз направлены на это. Одна из поправок касается защиты исторической правды, другая обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития Российской Федерации.